Здравствуйте! На телеканале Россия Вести Ульяновск, в студии Артем Петров и главное, в этом участке. Полмиллиарда рублей регион направит на благоустройство, работы начнутся уже скоро. Сейчас вот хотят у нас как бы асфальтировать и придомовую территорию благоустроить. В нашем дворе будет строить спортивная площадка. Рядом появится новый парк на премьере Новоульяновска. Покажем, что изменится. Одна безнадзорная собака обойдется бюджетом в 6 тысяч рублей. Рассматривается закон о новых правилах обращения с бродячими животными. Условий содержания животных, сохранения, записчиков нет. Нам надо животных вместе с муниципалитетом, с учетом ветеринарной службы, выстроить эту системную работу. Как будет, если закон примут? Уникум достроен. В северной части областного центра первых гостей принял новый детский сад. Они в полном восторге от увиденного. В чем уникальность уникумайка, когда он откроет двери. В зоне нашего сейчас пристального внимания это восстановление реального навыка решения реальных задач. И возвращение человеку в возможности вести прежнюю жизнь и достойную жизнь. Эрготерапевта о профилактике и борьбе с инсультами. Ежегодно в России почти полумиллиона случаев болезни. Как эту статистику исправляют и как проходит современная реабилитация? И в Старомаинском районе прокуратуры и госавтоинспекции проверили качество пассажирских перевозок, какие нарушения выявлены и почему представления о нарушении закона внесены в адрес районной больницы. Итак, более полумиллиарда рублей в этом году Ульяновская область направит на благоустройство дворов, парков, скверов и аллей. Эта сумма остается неизменной уже третий год подряд. С 2017 по 2019 на благоустройство Новоульяновска потрачено 34 миллиона рублей. Комплексные ремонтные работы прошли в 30 дворах. В году 2020 здесь на сумму в 10 миллионов приведут в порядок 12 дворов. Еще 65 необходимо обновить в ближайшие перспективы. Сейчас вот хотят у нас как бы асфальтировать и придомовую территорию благоустроить. В нашем дворе будет спортивная площадка, рядом у нас будет парковая зона. Как вам нам это рассказали, мы все согласились, что пусть будет так. И в следующем горе детская площадка. То примечательно для Новоульяновска дворов, которые замыкаются одним кварталом. То есть это одна из таких характерных чертов этого города, который пошел по пути не просто выборочных ремонтов, а квартального ремонта. И это хорошо сегодня в Новоульяновске удается. Причем это хорошо удается благодаря тому, что работы по благоустройству синхронизированы с работами по восстановлению дорожного покрытия. То есть работы по дорогам, работы по дворам приводят, дают кратный эффект. Люди получают территорию, благоустроенную со всех сторон. Кроме того, Новоульяновск принимает участие во всероссийском конкурсе для малых городов и исторических поселений. В случае победы город может получить 50 миллионов рублей на создание нового общественного пространства парка Прибрежный. При его разработке учитывалась уникальность, история и территория. Ранее на месте города располагалось село Кременки. Славилось оно своими яблоневыми садами. Образ этого цветущего сада и предлагается воссоздать. Однако при этом, сделав территорию комфортной и современной, результаты конкурса будут известны уже 1 марта. За отлов и содержание безнадзорных животных ответят муниципалитеты. Бульяновский рассматривает закон, который изменит объем передаваемых органам местного самоуправления полномочий. Предполагают они отлов лохматых беспризорников, немедленную передачу в приюты для животных, осмотр, учет и регистрацию. Далее четыроногих после стерилизации либо возвращают на прежнее место обитания, либо утилизируют. Закон также уточняет методику расчета общего объема субвенций из областного бюджета. Условий содержания животных, сохранения, соответствующих нет. Нам надо животных вместе с муниципалитетом, с учетом ветеринальной службы, выстроить эту системную работу. Деньги большие, особенно по методике расчетов, получается порядка 6 тысяч на одну безнадзорную собаку. Авторы проекта выработали алгоритм, который, по их мнению, с одной стороны формирует гуманное обращение к животным, а с другой обеспечивает безопасность людей. В Ульяновской области ежегодно регистрируют около 5 тысяч пострадавших от укусов бродячих животных. На мероприятия по обращению с безнадзорными четвероногими в регионе только в этом году выделили более 7,5 миллионов рублей. Безопасность дорожного движения под контролем. Накануне прокуратура Старомаинского района совместно с сотрудниками госавтоинспекции проверяла качество перевозок и медицинских осмотров водителей в муниципальном образовании. В деятельности Старомаинского автотрансового предприятия было выявлено, что имеющиеся у них автобусы не оборудованы специализированными техническими средствами. В деятельности учреждения здравоохранения было установлено, что кабинеты, где должны проводиться предрейсовые медицинские осмотры, также не оборудованы специализированными техническими средствами. Фактически предрейсовые осмотры проводились формально. Кроме того, установлено, что дороги местного значения не паспортизированы, а это значит, что их техническое состояние не отслеживается. Меры прокурорского реагирования приняты и сейчас в суд направлено исковое заявление о принуждении Старомайнского автотранспортного предприятия исправить технические нарушения. Также внесены представления о нарушении закона в адрес Старомайнской районной больницы и главы муниципальной администрации. В микрорайоне Репина-Искра возведен долгожданный детсад-уникум. Дом для самых маленьких войдет в единый образовательный комплекс «Школа-детский сад». Перед официальным открытием там состоялся день открытых дверей. Пришли сотни гостей, жители соседних домов, родители и будущие воспитанники. Двухлетняя Зиля с интересом осматривает игровую комнату. Девочка здесь впервые, но совсем скоро будет приходить сюда каждый день. Вокруг все новое и необычное. Освоится, помогает мама. Объясняю то, что детский сад – это хорошо, что там игрушки, ребята. Для тебя это будет очень даже весело. Таких, как маленькая Зиля, в детском саду будет много. Уникум рассчитан на 240 малышей. Это 12 групп для ребят в возрасте от года до 7. Это необычный садик. Здесь особая программа. Здесь будет ментальная арифметика, здесь будут шахматы, конструирование. Поэтому это очень интересно, это очень здорово. Это классная база для того, чтобы потом и младший мой ребенок пошел в губернаторский и идти в лицей. Стройка уже завершена. Процесс лицензирования тоже близится к финалу. В марте детский сад будет официально сдан в эксплуатацию. С любовью расставлены мебели, посуды, учебные принадлежности. Игрушки тоже на месте. Укомплектован и кадровый состав. Нянечки и воспитатели ждут встречи с малышами. В день открытых дверей потенциальное рабочее место увидели студенты Педколледжа и Педуниверситета. Именно они после окончания учебы будут работать с дошколятами. Мне очень понравился этот детский сад. Хотя я бывала во многих ульяновских детских садах. Но этот прям всем требованиям соответствует. Показали нам много всего интересного. Особенно запомнились в комнатах Тона, которые плавно переходят от яркого к спокойному, более в спальных. Также спортивная комната, где также все оборудование, все для детей. Они в полном восторге от увиденного, от того, что все такое яркое, все такое красивое, все такое умилительное, конечно, особенно для наших ясельных групп. И мы, конечно, с молодыми специалистами, когда горят так глаза, мы готовы работать и сотрудничать. Совсем скоро эти комнаты начнут обживать сотни шумных подвижных малышей. В день открытых дверей здесь они все еще гости. Но меньше чем через месяц станут полноценными хозяевами детского сада. Светлого и просторного. В Ассара Садина, Павел Игнатьев, Александр Абрамов, Вести, Ульяновск. Ежегодно в России регистрируется свыше 400 тысяч инсультов. За последние годы смертность от них снизилась, но незначительно. Статистику пытаются исправить эрготерапевты. А реабилитации пациентов под их чутким руководством Павел Игнатьев. Транскраниальный магнитный стимулятор ускоряет работу клеток. Работает бесперебойно, как часы. Магниты импульсы кратчайшим путем поступают прямиком в кору головного мозга. С его помощью процесс реабилитации проходит намного быстрее. В руках медиков надежное, а главное эффективное оружие в борьбе за здоровье пациентов. После нехитрых манипуляций нейропластичность постепенно восстанавливается. Мы нашли точку, отвечающую за движение верхней конечности. Соответственно, при стимуляции идет сокращение. Для пациентов с нарушением центральной нервной системы реабилитация начинается сразу. Уже в первые часы после поступления в больницу. Чтобы не допустить осложнений, команда медиков помогает больному, утратившему простые базовые функции. Человек может утратить возможность ходить, двигаться, разговаривать, глотать. Присоединяются к нам такие специалисты, как логопед, психолог, которые тоже входят в мультидисциплинарную бригаду. Вернуться к полноценной жизни больному помогает курс эрготерапии. Под наблюдением опытного специалиста пациент шаг за шагом восстанавливает утраченные навыки. Когда острый период позади, врачи буквально заново учат жить. Минимум восстанавливают двигательную активность, в идеале социализируют и возвращают к работе. В зоне нашего сейчас пристального внимания это восстановление реального навыка решения реальных задач и возвращение человеку в возможности вести прежнюю жизнь и достойную жизнь. Эрготерапия в медицине – область особая. С недавних пор она стремительно развивается и в России. Пациентам, переживших тяжелую болезнь, помогает фонд борьбы с инсультом ОРБИ. Его сотрудники не только обучают местных специалистов, но и готовы поделиться оборудованием. Совсем скоро на базе медсанчасти заработает единственная в регионе эрго-комната. Павел Гнатьев, Александр Абрамов. Вести. Ульяновск. Клуб Добряков продолжает помогать медицинским организациям региона. И к доброму делу призывает всех неравнодушных. Накануне скромную, но столь необходимую вещь фонд передал детской областной больнице. В онкологическое отделение поставили стиральную и сушильную машины, столь необходимые для родителей, которые долгое время вынуждены находиться в отделении со своими детьми. И нам создали уют. То, что времени у нас остается, то, что мы постирали, вытащили, повесили. Все уже сухое даже белье. За время сотрудничества с медицинскими учреждениями активисты убедились, важна любая помощь. Будь то большой подарок или же скромный праздник, нарушающий привычный медицинский распорядок. Мы понимаем ту колоссальную работу, которую проделывают врачи. И понимаем родителей и детей, которые пребывают длительный период времени в стенах больницы. Поэтому мы подарили сегодня, например, стиральную машинку и сушильную, для того, чтобы хоть как-то облегчить пребывание родителей. Подбодрить маленьких пациентов может каждый. В больнице продолжается акция «Коробка храбрости». Внимание покупателей квартир в новостройках. Все виды жилых домов, какие строительные материалы используются, плюсы и минусы. Что лучше – кирпич, панель или монолит? Об этом и не только в прямом эфире расскажут специалисты строительной компании «Магазин новостроек». Смотрите сегодня в полдень наш онлайн-проект «За обедом». Трансляция доступна на всех интернет-ресурсах ГТРК «Волга». Задавайте свои вопросы и получайте ответы в режиме реального времени. Ну а наш выпуск на этом завершен. Напомню, уже через 17 минут включайте интернет-ресурсах ГТРК «Волга». Онлайн-проект «За обедом» выйдет. ГТРК «Волга» объявляет конкурс «Танцы на Волге». С 10 по 28 февраля присылайте видео с танцевальным номером и пройдите народное голосование. Самые удачливые и креативные участники станут героями наших программ, а также получат памятные сувениры и подарки. Подробности на сайте гтрк.дефисволга.ру. Деловые партнеры конкурса, сеть салонов оптики «Симбирский взгляд», кафе-кухня, украшения ручной работы «Карасон» и комбинат здорового питания «Альтернатива». Сейчас в Ульяновске 0 градусов, атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 90%, ветер юго-восточный 6 метров в секунду.